здравствуйте уважаемые представители знака зодиака дева общий астрологический прогноз май 2023 года плутон разворачивается 1 мая вашем шестом доме очень важное событие потому что шестой дом дом и здоровья и работы и быта это базовые на самом деле сферы нашей жизни это база наша это то где мы больше всего в чем мы ну это основа а здоровья очень многое зависит разворот плутона а чем это может быть ну во-первых это медленное событие то есть это не что-то такое вау супер вдруг в момент это скорее всего то чего уже знаете и догадываетесь это длительные процессы и то чтобы то он разворачивается говорят о том что какой-то процесс идет вспять проанализируйте период с 23 марта по 1 мая если какой-то процесс пошел вперед возможно произойдет обратный ход что это может быть и зачем это самое главное это может быть процесс ремонта к примеру да затормозиться приостановится ремонт это процесс работы на работе что-то шло вперед продвигались в фирма достигала чего-то но потом что-то началось непонятное какие-то задержки какие-то остановки зарплата то же самое могут какие-то быть трудности к сожалению да все-таки плутон у нас планета денег еще да вы например занимались спортом и был вас прогресс вы были очень воодушевле воодушевлены а потом почему-то остановились почему-то решили не увеличивает нагрузки оставить все как есть почему вопрос да так надо потому что план то планета кармы да мы сами определяем свою судьбу но в рамках заданного есть планеты которые очень подвижны и это марс например меркурий и мы там все от нас зависит буквально марс говорит все в твоих руках меркурий говорит как хочешь так и будет как скажешь так и будет да по слову а вот плутон он обычно не спрашивают да он на властелин господин плутон и вот те процессы которые будут у вас в мае знаете что так должно быть для чего это почему это зачем вы увидите только через время через какое-то продолжительное время и только через время вы осознаете по плутону происходит все события которые говорят не было бы счастья да несчастье помогло или нет худа без добра это вот такие процессы и плутон будет в попятном движении он будет долго в попятном движении только лишь 11 октября он становится директным поэтому период май июнь июль август и сентябрь и 10 дней октября еще это время для того чтобы замедлиться никуда не спешить если что-то не получается значит не нужно это получать да не получается подумайте а вообще вдумайтесь в это слово не получается как будто что-то вам не выдается на руки если вы чего-то не можете реально получить значит этому не время это не созрело это не готово вы не знаете истинной сути вещей плутон это как экзотический фрукт и например авокадо вы взяли зеленый авокадо она вам не понравилось вы не знали что авокадо вкуснее переспевшие вообще ну это такой простой пример чтобы понимали вам кажется что уже пора он выглядит съедобным но еще не время так вот если что-то будет выглядеть условно говоря съедобным весной но почему-то не дается вам значит этот плод еще не готов если вы видите яблоко зеленое но почему-то не падает вам в руки наверное потому что она должна стать красным низ это не сорт такой яблоко до зеленый это не семеренко ждать нужно ждать ребята приготовьтесь на какой-то процесс в работе в здоровье в быту еще какой-то момент служебный да то есть это дом службы может быть вы попадаете в ситуацию ограничений по типу службы или реально служба и продлится это все до октября то есть ситуации в которых вы ничего не решаете а решает карма решает кто-то за вас кто-то более властный кто-то более сильный вы действовать не можете все что вам остается это смириться мудрые смиряются в тех ситуациях которые они не могут изменить поэтому отличать ситуации которые вы можете изменить от ситуации которые вы изменить не можете в действительности это самая большая мудрость понять что-то делать или что-то не делать в этой ситуации что лучше что правильнее даже не то чтобы лучше а что правильно для вас если вы долго стараетесь и чего-то у вас не получается вы задаете вопросом это я мало стараюсь? Или мне нужно остановиться и не стараться? Вот самая-то суть, самая-то грань. Как понять, если я этим делом занимаюсь, оно не получается? Это ещё время не пришло, чтобы оно получилось? Или это не моё дело вообще? Вот такая дилемма может быть перед вами. Лунное затмение в этом месяце, 5 мая, и оно в Доме информации. Оно вам намекает, как найти решение, найти информацию. Затмение в Доме информации. Если у вас реально какая-то сложная такая дилемма, и вы не знаете просто, как быть, совершенно неразрешимый, какой-то гордий узел, вам нужно обратиться к человеку, у которого есть информация, у которого есть знания. По лунному затмению это может быть вообще любой абсолютно консультант, но рекомендую обратиться к женщине. Женщина больше видит. Луна — это как верховная жрица в картах Таро, а третий дом — это дом рук, поэтому к Тарологу, к женщине, у которой в руках карты реально можете обратиться, она вам поможет. Также можете обратиться к какому-то другому специалисту, консультанту. По третьему дому идут абсолютно любые консультанты. Это может быть и финансовый консультант, и юрист, нотариус, адвокат. Это может быть человек торгующий, часто в торговле. Не знаю, какие у вас вопросы, но может быть, вам реально нужно обратиться к какому-то человеку, у которого свой бизнес, или он реально где-то на рынке торгует. Что это, я не знаю. Также третий дом — это дом автомобилей, автомобилистов, водителей, перевозчиков, почтальонов, корреспондентов, курьеров, журналистов. Вот кто-то несет информацию, письменную или устную. А еще это дом техники, который несет информацию. Возможно, ребята, если у вас проблемы на работе, вам просто нужен современный компьютер, или у вас какие-то проблемы в личной жизни, у вас старый смартфон, вам нужен новый, чтобы лучше слышать собеседников. Это может быть реально даже до банального смешно. Действительно, испорченный телефон. Если вы думаете, почему я не получается договориться с кем-то, то, может быть, вы слышите в половину, то ли потому, что вы не слушаете, то ли потому, что у вас реально испорченный телефон, он в прямом смысле, испорченная техника. Проверяйте, перепроверяйте. Вы можете обнаружить, что по такому затмению, что кто-то читает ваши переписки. Пароли, ключи идут тоже по третьему дому, поэтому вы можете установить новый ключ и найти утерянные ключи, утерянные пароли. И в прямом смысле ключи, которые физические, замки, сейфы. Это дом информации, передачи информации и в негативном ключе сплетен. Вы можете обнаружить утечку информации, то ли потому, что у вас не заблокированный смартфон, то ли потому, что у вас тонкие стены, и ваши соседи слушают, либо ваши родственники в соседней комнате вас слушают, и потом всё это обсуждается. Это всё выйдет наружу, и вам поможет какая-то женщина. Так как это лунное затмение, это очень хороший период обращаться именно к торологам, к астрологам, к ясновидцам и провидцам. Третий дом — также дом речи. То есть какой-то человек вам напишет либо скажет, устная либо письменная речь откроет вам все тайны. Если вы хотите обратиться ко мне лично, то номер телефона сейчас на вашем экране, пишите, пожалуйста, на вайбер, ватсаппе или телеграмм. Вы можете сказать у меня абсолютно любой гороскоп. Если вы не знаете, какой именно гороскоп вам нужен, опишите свою проблему, свой запрос, свой вопрос. А если же вы знаете, можете конкретно написать, я хочу соляр, я хочу гороскоп на год, либо на полгода. Может быть, ещё какая-то у вас задача стоит, вам нужно подобрать что-то, какой-то день для какого-то мероприятия особенного. Тоже с этим всем можете ко мне обращаться. На лунное затмение 5 мая вы можете вступить в отношения братско-сестринского типа, дружеского, или такие отношения будут развиваться. То есть актуализируются вопросы взаимоотношений с сестрой, с братом, с дядей, тетей, с соседями, с коллегами, с людьми, с которыми вы учитесь, либо с которыми вы часто в транспорте оказываетесь, попутчиками. Транспортные средства. Но не покупайте автомобиль до 15 мая. А вот продавать можно до 15 мая, покупать нет, нежелательно. Вообще, точнее, категорически нежелательно. Не обращайтесь к людям, которые работают руками с вашим физическим телом на полнолуние. На полнолуние не рекомендую вам делать стрижку, как пример. Так, Венера. Венера переходит за зодиака. Рак 7 мая. И это ваш 11 дом. Это прекрасно. Дом вообще шикарный. Афродита Урания здесь Венера. Любовь небесная. Любовь в гостях у Урана. Венера в гостях у Урана. Она будет здесь не очень долго. 7 мая по 5 июня. А потом во Льве она уже задержится очень надолго в следующем знаке зодиака. Аж до 9 сентября. То есть получается, что вот этот месяц Венера очень быстренько пробежит по Раку, а потом надолго останется во Льве. На всё лето, на сентябрь, и часть октября. Потому что будет ретроградный. Поэтому так важно успеть все важные дела, извините за эту автологию, именно вот в этот период. 7 мая по 5 июня. Осуществить все мечты о любви. По 11 дому это третий брак, кто интересуется. Это свободные отношения, это гостевой брак. Это брак у людей, которым за 40, может быть опять-таки вам за 40, и у вас неформальные отношения. Также это отношения, когда люди очень разные, с большой разницей в возрасте, 11 и более лет. Это может быть иные, другие нестандартные, нетипичные отношения. Здесь идут очень разные типы взаимоотношений, которые считаются чем-то нетрадиционным. Вот здесь же идут. Также это отношения на расстоянии, когда люди общаются только по интернету. Почему? По разным причинам. Здесь вообще любую причину можете брать. Расстояния от и до, от малого до великого. Очень разные могут быть расстояния, ментальные в том числе, непонимание. Разница в мышлении тоже может быть очень большой разницей. По 11 дому идут внуки. У вас может появиться внучка, если вы в возрасте, когда уже ожидаете внуков, и если это реально вы ожидаете. Также идёт усыновление и удочерение. Тут удочерение скорее, так как Венера — это девочка. Ну и поздняя беременность тоже может проходить у людей в возрасте, когда уже не ожидается. И также чудесная беременность проходит. То есть, когда, например, врачи ставят диагноз людям, что они не могут иметь детей, то по такому транзиту чудеса случаются, потому что это вообще дом чудес. Это дом чуда, чудесных детей, необычных детей, необычно созданных как подарок небес. Это дом ангелов, кстати, тоже, помощи ангелов, руки небес. Поэтому здесь можно и выиграть что-то, получить что-то в дар. Вот так, как будто что-то спустилось с небес, как будто сама богиня любви Афродита спустилась с небес, с облачка. Очень приятно. Очень действительно для тех, кто хочет стать мамой, да, если может быть, потому что рак — это мама, знак тетяка рак, а Венера — это девочка. Да, и вот Венера в раке, дочь в матери, в материнских руках. Очень, да, те, кто ждёт беременность, очень возможно, причём, повторяюсь, да, что это может быть и опекунство, и удочерение, вот такие формы тоже. Если вы мужчина, то вы будете заботливым отцом. Опять-таки, либо в прямом смысле у вас есть дочь, либо вы будете заботиться, как отец, о своей любимой женщине и даже о маме. По такому транзиту может пройти забота, как о дочери. Меркурий становится директным, я вам уже это сказала, до 15 мая. Я не рекомендую вам не совершать путешествия за границу. Если вы хотите отправляться за рубеж, то это нужно делать после 15 мая. А я понимаю, что не все из вас имеют возможность путешествовать за границу в связи с тем, что нет документов у кого-то, нет денег, нет здоровья, нет желания, да, незачем. Такое тоже может быть. Поэтому два варианта. Кто-то из вас в физическом плане, да, реально путешествует, может быть, у вас командировки, может быть, вы учитесь за границей, паломничество совершаете после 15 мая. А кто-то из вас только это все наблюдает, как делают другие люди. Либо ваши родственники живут за границей, учатся, работают. Ваша дочь поехала выйти замуж, например, за иностранца, а вы остались дома. Вот такой пример, да. Либо вы мужчина, и вы едете к возлюбленной, чтобы познакомиться с ее семьей за рубеж, а ваша семья родительская остается, да, тоже такое, какое-то частичное разделение семьи тоже может пройти. Взаимодействие с иностранцами. Поэтому если вы уже взаимодействуете с иностранцами, может, вы работаете с иностранцами. Это все просто актуализируется, и все, да, то есть здесь ничего такого вау и не будет во второй половине мая. Но для кого-то это и что-то новое запросто, потому что еще и новолуние в этом же доме иностранного, от 19 мая. Поэтому очень возможно, что сейчас вы слушаете и говорите, у меня нет никакого знакомого иностранца, а от 19 мая, например, вы знакомитесь с кем-то. Если вы девушка, если вы ищете любовь и не можете найти любовь у себя на родине, наверняка вам нужно зарегистрироваться на сайте знакомств именно с иностранцами. Вот вам будет знакомство с иностранцем. Если вы ищете клиентов и не можете найти у себя на родине, то вам нужно выучить иностранный язык, и, пожалуйста, вы снова открываете себе дороги. Да, 9 дом — это дом изучения, иностранных языков. Поэтому вторая половина мая просто идеально подходит для изучения иностранных языков. И эта вторая половина мая даёт старт следующему большому периоду целый год. Дело в том, что 16 мая ещё и Юпитер попадает туда же, в ваш 9 дом гороскопа. То есть 15 мая там разворачивается Меркурий и открывает вам за границу возможность поехать за границу. А 16 мая туда попадает Юпитер и расширяет ещё эту дорогу. Меркурий, знаете, как будто бы промчался и пробился, знаете, как на финише сорвал красную ленточку Меркурий. А Юпитер, он идёт за ним, но он не просто срывает ленточку, он вообще полностью, знаете, вычищает дорогу. Даже не знаю, с чем это ещё сравнить. Ну вот такое чувство, что перед вами несколько дверей, несколько возможностей, и Меркурий открывает только одну дверь, а Юпитер сразу все. Например, вы планировали только найти любовь за границей по Меркурию, Меркурий открывает вам эту дверь, но за ним Юпитер идёт. И вдруг неожиданно оказывается, что кроме того, что вы находите любовь, вы находите врача, который вылечит, может быть, ту болезнь, которая не лечится у вас в стране, вы находите лучшую работу, потом вы ещё находите, например, не знаю, там себе мужа своей, сестре, потенциального, ещё чего-то находите, какие-то новые возможности, возможность реализовать себя как творца в каком-то своём деле, ещё что-то, ещё что-то, новый язык быстро изучаете. И это будет долго, до 26 мая 2024 года. То есть, внимание, вы сейчас слушаете прогноз на год с мая по май, точнее, с 16 мая 2023 по 26 мая 2024. Вот в этот период, вот всё, что я сказала, вот эти все двери открываются, ну вообще, двери за рубеж открываются для вас, поэтому, если у вас таких планов нет сейчас, то знайте, что целый год впереди они могут появиться. Если же у вас такие планы и так, и без того есть, но какие-то препятствия, то эти препятствия устраняйте в мае, чем быстрее, тем лучше. К примеру, вам нужно сделать загранпаспорт, делайте его во второй декаде, в третьей, точнее, декаде мая. Дальше, накопить деньги, начинайте копить в третьей декаде мая. И ещё там, иностранный язык надо выучить, начинайте учить, потому что, например, вот вы начинаете учить, например, 16 мая, учите до 4 сентября. Это много, успеваете хоть как-то, да, что-то узнать. и дальше в сентябре вы, например, едете в ту страну, где уже кого-то были, потому что у нас ретро-Юпитер. То есть, например, вы были в какой-то стране, вам понравилось, но языка вы не знаете, вы вернулись к себе на родину, с 16 мая по 4 сентября изучаете язык и пробуете, да, вторая попытка поехать в новую страну и научиться там, как натив разговаривать уже с 4 сентября по 31 декабря. С 4 сентября по 31 декабря, заметьте, по Новый год, Юпитер ретроградный, то есть, в это время можно будет путешествовать, но только туда, где вы уже бывали, в новые страны, путешествовать, переезжать, ехать, искать невесту или ехать учиться или ехать работать в новую страну до 4 сентября, то есть, лето, 3 декабря мая, всё лето на то, чтобы в новую страну впервые ехать, а если вы возвратиться, хотите куда-то вернуться, там, где вы уже были, то это осень и ещё и декабрь. Дальше, 31 декабря 23 года Юпитер становится директным и снова он в директном движении до мая, до 26 мая 24. И вот в это время, это январь, февраль, март, апрель и почти весь май уже 24 года основа для новых путешествий, для нового всего в вашей жизни. Работайте в интернете в это время, будете успешно, если вы работаете журналистом, юристом, преподаете какие-то знания в абсолютно любой сфере и области, если у вас свой YouTube канал, в том числе, то это будет прекрасный для вас год по Юпитеру. Так, Марс. Марс перемещается в ваш 12 дом, да, и перемещается он до 10 июля. Тоже дом иностранного. Я задумалась, почему, потому что ещё один дом иностранного, да, ещё один дом всего иностранного. То есть у вас раз, два, три, четыре раза, даже пять раз посёркнуто то, что вы имеете возможность путешествовать. По Венере у вас мечта о каком-то путешествии. По Меркурию, Юпитеру и Новолунию у вас реально возможность это делать, но с возвратом, как типа командировка, приехать и уехать. А вот Марс, он открывает возможность вообще переехать, эмиграция. Марс в 12 доме на машине куда-то вы можете доехать до желанной страны, скорее всего, либо на каких-то других колёсах, на поезде в том числе. И этот период для эмиграции действительно подходящий. Поэтому, если кто-то хочет, то да, пожалуйста, и по Юпитеру, и по Марсу это подходящее действительно время. Если у вас нет этой темы, то, может быть, вы собираетесь работать в интернете, тоже для этого подходящий период, удалённо, дистанционно, до этого всего подходит. третья декада мая, июнь, и первая декада июля для работы удалённо, в закрытых помещениях, в каких-то секретных помещениях, также в учреждениях, которые находятся под дополнительной охраной. Замечательно. Если вы хотите отправляться в отпуск, отдыхать в санатории, в больничку, профилактику какую-то проводить, то же самое время подходящее для того, чтобы уединяться и как бы знаете, из глаз долой и сердца вон. Если что-то беспокоит ваше сердце, то вам полезно, правда, будет убрать это из виду. Дом 12-й это дом всего самого дальнего и потаённого, самых дальних земель. так, что никто не знает, как вы живёте, никто вас не видит, никто вообще только догадываться может. Если вы хотите как-то совсем кардинально поменять свою жизнь, то да, 3-я декабря до мая для этого подходит. Если вам так всегда надоели, что вы готовы на необитаемый остров поехать, возможно, но вот как раз в 90-й дом это дом островов, островных государств. Так, и 10-й дом ещё актуален у нас в 3-й декаде месяца, потому что солнце переходит в ваш 10-й дом. Ну, это успех, вы добьётесь успеха в чём бы то ни было, чего бы вы ни желали, о чём бы вы ни мечтали. Может быть, вы реально мечтаете просто отдохнуть, отправиться в отпуск, такая мечта сбудется. А может быть, вы мечтаете вообще жить как фрилансер, действительно, чтобы не в коллективе работать, а в одиночестве, тоже может быть. Однако и обратная ситуация, а может быть, и совмещение. К примеру, я работаю, как я, да, то есть я работаю одна, но в коллективе, потому что у меня целый YouTube-канал. Вот у вас тоже такая история может проиграться. Вы как бы в коллективе, может, какой-то международной компании, какой-то сети, но на самом деле работаете из дома удалённо. Вроде бы как вы со многими людьми общаетесь, а где эти люди, а их не видно, да, потому что вы общаетесь только онлайн. Вот такая история может у вас пройти. Успех вас в любом случае ждёт, то есть вот где бы вы сейчас не работали, успех вас ждёт, но особенные везунчики, счастливчики и просто на волне успеха это люди, которые работают за границей, либо работают с иностранцами, либо работают удалённо. Вот вам особенно повезёт, поэтому если вы хотите поймать удачу за хвост, работайте в интернете, работайте с иностранцами, работайте за рубежом, если вы хотите реально стать более успешным и удачным, то едьте за рубеж, если у вас есть такие возможности. Если у вас таких возможностей нет, тогда ищите круг друзей. По Юпитеру, по Меркурии вам нужны друзья. Если вы спрашиваете, почему мне не везёт, почему не могу найти хорошую работу, вам нужно искать не работу, а связи. Вот так вот, ребята. Вам нужно не на сайтах поиска работы, искать работу, а у друзей спрашивать, у людей спрашивать, вот тогда у вас больше шансов найти. И за рубежом спрашивайте. То же самое, если вы ищете мужа, не можете найти, если вы ищете дом, не можете найти, ещё чего-то не можете, денег у вас нет, наверное, вам нужна другая валюта. По Юпитеру, по Меркурии идёт иностранная валюта. И по 12-му дому тоже. Другая валюта вам необходимо, вы это всё можете узнать и обнаружить именно на лунное затмение, которое будет 5 мая. Сейчас, может быть, это вообще для вас шок-контент, вы не думали даже об этом, но это может быть, что лунное затмение 5 мая вам откроет, потому что здесь тайная верховная жрица и третий дом информации. То есть вот точно, как будто бы какая-то провидица, предсказательница вам такое скажет, у вас волосы дыбом, вы вообще про это не думали. Да, такое бывает, и думаю, если вы проанализируете свою собственную жизнь, вы тоже можете сказать, я никогда бы не подумала, что это про меня. Да, вот такое может произойти. Вы будете говорить, если бы мне год назад сказали, что это буду я, что я вот это буду делать, я бы вообще сказал, вы меня не знаете, я не такой, я не такая. Ну вот вы такая, да, вот где такая история. Может быть, да, то о том, что не зарекайся, никогда не говори никогда, об этом и лунное затмение пятого мая, и в принципе весь май. А вы можете найти там, где не ищете. Вы можете вообще от скрытого какого-то врага узнать какую-то истину, тайного врага, обнаружив, вы можете узнать в нём себя, понять, что вот вы кого-то осуждали, например, да, по третьему дому, о ком-то сплетничали, а потом сами оказались в этой ситуации. Поэтому говорят, не суди, не суди им будешь. Вот так вот, да, кармическая такая история может произойти. Когда-то слышали только лишь о том, что такое бывает, а тут это с вами случилось. Причём, заметьте, это может быть в разных, вообще в разных категориях. Например, по десятому дому, десятый дом — это дом золушки. Например, вы когда-то услышали, что какая-то девушка очень удачно, успешно вышла замуж, необыкновенно, и вы думали, это сказки. Но вот такая сказка может произойти с вами в мае. Вот как пример, хороший пример, думаю, вы согласитесь. Или вы работник, и вы когда-то слышали, что какой-то там начальник шёл однажды и увидел простого рабочего и взял его себе в зам. Вы говорите, этого не может быть, это наверняка какие-то сказки, такого не бывает, все там, так не может быть просто так. И тут с вами это происходит, замечают ваши золотые руки и сразу поднимают вас на несколько ступеней вверх. Десятый дом — это дом социального лифта, поэтому взлёт, подъём, может быть не лифт, может быть ступеньки, но тем не менее это подъём. Будьте счастливы. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, это совершенно несложно, это недорого, это ничего не стоит. Напишите коротенькое хотя бы сообщение, комментарии, и заказывайте свои личные работы у меня, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте счастливы. Всего доброго!